Привезли, как и обещали, с гордостью говорит Андрей Подпальный. Эта поездка в Канаду принесла всей его семье победу на спортивных состязаниях международного уровня. На всемирных играх маленьких людей супруга Тамара завоевала золотую медаль в пауэрлифтинге и стала абсолютной чемпионкой. Дочь Ульяна заняла второе место, поднимая штангу, а в толкании ядра взяла бронзу, обойдя 19 соперниц со всей планеты и установив при этом личный рекорд. И, конечно, сам Андрей не остался без побед, тем более, что с Канадой связано многое. 20 лет назад он был там на чемпионате мира по пауэрлифтингу. В 1997 году, когда я еще выступал среди здоровых, и получилось в воле судьбы, что через 20 лет я приехал опять в Канаду. Конечно, эмоции охватывают то, что, несмотря на то, что возраст идет и честь страны надо защищать, а как вам уже известно, что у нас всего было трое в состоянии одной семьи, выступая за Российскую Федерацию. Естественно, я не отказался, а даже изначально намерен был выступать. Тем самым завоевав две медали. Вот бронзу в общем зачете и золото среди ветеранов. Несмотря на то, что состязания для людей ростом не выше 140 сантиметров проводят раз в 4 года, их популярность во всем мире растет. В этом году в них приняли участие больше 350 спортсменов из 22 стран. Подпальные стали единственными из России и первыми от нашей страны за всю историю соревнований. Как рассказывает Андрей, почти все участники всемирных спортивных игр маленьких – паралимпийцы. А для наших спортсменов это особенная возможность снова выступить на международной арене, которую в Олимпийский год для них закрыли. Несмотря на санкции, алтайские легенды инваспорта снова доказали всему миру, что они лучшие. Мама еще рассказывала, первый подход она сделала, второй начинает подход делать. И хотя краевые власти не особо интересуются большими победами, маленьких спортсменов, констатируют чемпионы. Эти соревнования вдохновили подпальных на новые достижения. Ульяна планирует попробовать себя в баскетболе. Девушку поразило, насколько мастерски владеют мячом низкорослые канадцы и американцы. А Андрей и Тамара мечтают создать в России федерацию спорта маленьких. И если этой осенью путь на паралимпиаду нашим спортсменам не откроют, они не станут отчаиваться. В мае следующего года всю семью ждут новые горизонты. Участие в открытых спортивных европейских играх. Алена Февраль, Андрей Печоркин. Наши новости.